Визит министра культуры Владимира Мединского в Парк Победа начался с возложения цветов к мемориалу в память погибшим в Великой Отечественной войне. Далее делегация направилась к музею боевой славы. Здесь показали главную достопримечательность – самолет, на котором летал герой Советского Союза Борис Еремин. Этот самолет подарил Феракон Петрович Головатый, известный саратовский халкозник, пчеловод, нашему земляку Борису Николаевичу Еремину. И вот Борис Николаевич Еремин летал на этом самолете от Сталинграда до Севастополя. И я хочу сказать, что он ранен был, а самолет не имел никаких повреждений. Як-1 долгое время находился на реставрации. Его полностью перебрали, восстановили все детали, поменяли обшивку, перекрасили. Теперь, по словам директора музея, самолет в полной боевой готовности и может взлететь. Министр не поверил. Решил проверить. Как сказали специалисты, на этом самолете можно взлететь? Можно, 100%. Сохранился в музее также мундир легендарного летчика и лента почетного гражданина. В соседней экспозиции – письма, военные фотографии и приборы со второго самолета Еремина. Легендарный Як-3 пока не вернули на родину. Но министр пообещал посодействовать. Главное, чтобы американцы его отдали. Не зажали, чтобы. Они, американцы, все отдают только за деньги. Причем, когда узнают что-то из России, тут снова вырастает в пять раз. Как правило. Хотя есть приятные исключения. Например, военно-историческое общество работает с нашими потомками эмигрантов, казаками. И вот нам удалось вернуть много знамен лейб казачьих полков, ну и вообще казачьих полков императорских. Как ни удивительно, бесплатно. Но это не американцы нам отдавали, это отдавали нам русские американцы. Большая разница. Как председатель российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил открыть в Саратове местное отделение организации. А возвращение легендарного Яка могло бы стать первым его проектом. Остальные свои пожелания деятель культуры оставил на страницах книги почетных гостей в Музее боевой славы. Вот Дашковский, вот Канин Александр Игнатьевич, правая рука, Басалыга. Ну, Ром есть, там, по-моему, где-то на фотографиях есть и Абрам Матвеевич Ром. Экскурсия министра по культурным местам Саратова продолжилась в Музее нового ТЮЗа. Здесь за 20 минут гостю рассказали об истории театра, который через 4 года отметит 100-летний юбилей. Министр заинтересовал его репертуар, спросил также о посещаемости. Пообещал посетить спектакль, но это уже в следующий раз, когда приедет в Саратов. Анна Ковалева, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.